Одесского чемпиона мира по футболу среди юниорских сборных Ю-20 Николая Мусолитина поздравили с успехом в музее футбола на маршала Жукова. В Польше сборная Украина впервые в истории нашей страны завоевала золото юниорского мундиаля. В финале ребята обыграли Южную Корею 3-1. Два гола забил представитель Одесской области Владислав Супряга. Николай Мусолитин сыграл два матча в основе в групповом этапе против США и Катара. Николай Мусолитин – продолжатель футбольной династии. Его дедушка, также Николай, играл в дубле «Черноморцы» еще в 60-х годах. А отец Владимир играл за моряков в 90-х и провел три матча за национальную сборную Украины. На его счету один гол за желто-синих в товарищеской игре со сборной Югославии в 2002 году. Я сделал свою историю в футболе. Папа делал свою историю в футболе. А Николай, я думаю, что на данный момент он сделал очень большую историю для нашей страны. Не то, что даже для клуба, а для нашей страны. Хорошо, что он выходит из «Черноморца», от самых низов. Мы не переходили, никакие клубы держались только в «Черноморце». Вы знаете, когда переходишь часто в клубы, теряются футболисты. Вот мы все с детства, все в «Черноморце», все дали этому клубу. И видите, оно все восторжествовало. И тут же и чемпионство. Ну, жалко, что мы в «Черноморец» вылетели, но ничего страшного. Поднимемся обратно. На встречу с победителем молодежного мундиаля пришли игроки детско-юношеских команд города. В музей для них провели бесплатную экскурсию. Это было очень хорошим знаком, то, что после пожара люди принесли вещи, флажки разные, шапочки, шарфики. Это было довольно добрым с их стороны, потому что реально ничего не осталось. «Место уникальное. Я здесь впервые. И с удовольствием посетил эту экскурсию. Сегодня мы здесь в гостях. Я со своим сыном, с его другом и с другими детьми, которые, как мне кажется, со всей страны приехали на второй поток детского лагеря, который открыт, я так понимаю, по франшизе официального клуба «Реал Мадрид». Это впервые в нашей стране такое событие». «Они нас учили не играть, а больше думать. То есть важнее не игра, а лучше подумать. Как говорил наш тренер, хороший игрок будет знать, где окажется мяч в следующую секунду». «Реал Мадрид»